В этих местах произошли события, сколыхнувшие весь мир и ставшие известными как Крымская весна. А теперь мы, монголы, прибыли сюда, чтобы познакомиться с крымским летом. Так называется полнометражный документальный фильм, который подготовили наши монгольские коллеги. С Улан-Батором Россию объединяют многовековые исторические связи. Известно, что еще на Ялтинской конференции Сталин настоял, чтобы союзники признали независимость восточно-азиатского государства. А в наши дни монголы поддержали решение крымчан о воссоединении с Россией. На состоявшемся 6 марта 2014 года референдуме явка составила 83%. Съемочная группа проделала большую работу, чтобы рассказать об истории полуострова и дать картину современного положения Крыма. Особое внимание уделили событиям 2014 года. Все понимали, что если не будет принято законное решение, соответственно, которое позволит навести порядок на территории Республики Крым, у нас будет кровь, будет война и неизвестно, чем это все закончится. Комментарии первых лиц Республики, десятки локаций, сотни фактов. Фильм «Крымское лето» – своеобразный взгляд со стороны на жизнь полуострова. Итог усилий прислали для показа по крымскому телевидению. Прежде чем выпустить в эфир, фильм внимательно отсмотрели. Чтобы исключить какие-либо фактические неточности, коллеги из Монголии обратились к сотрудникам телерадиокомпании «Крым». Редакторская работа велась с февраля. Все это время коллеги переписывались, обменивались видео и аудиоматериалами. Все для того, чтобы картина максимально соответствовала действительности. Наши редакторы вот прям посекундно все отслушали, потому что тут очень важно было, чтобы это все соответствовало действительности. Во-вторых, мы некоторые даже поправки сделали. Там было неправильно кое-где ударение, кое-где неправильно имя собственное произнесено. Важно было, чтобы работа соответствовала требованиям российского законодательства в сфере СМИ. И только после тщательного анализа картину показали на телеканале «Первый Крымский». Очень приятно поразила глубина, прежде всего, творческого подхода со стороны наших монгольских коллег при создании фильма «Крымское лето». Также очень приятно порадовала историческая составляющая, которая действительно объединяет и монгольский народ, и наш Крымский полуостров. Потому что в фильме показано такое большое количество исторических параллелей, которые так или иначе взаимосвязывают нас, что на самом деле лишний раз убеждаешься, что Крым и Монголия – друзья навеки. Между нами тысячи километров, однако расстояние не преграда для сотрудничества, которому Крым всегда открыт. Продолжение следует...